Готовили серию из трех презентаций о том пути, который мы прошли на этом проекте за два года. То есть, возможно, какой-то опыт оказывается ценным, и его можно будет применить в других проектах. Первая презентация называется «Разделение монолита». Мы будем найти слайдов много по теме. То есть, первая «Зачем вообще презентация?», первая часть – это как монолитное приложение разбить ближе к Service-Oriented Architecture, вторая часть – от Service-Oriented Architecture именно к микросервисам, третья часть – немного опыта от Кубернетиса, ну и, собственно, все. Почему я это делаю? В Гугле эта тема, на самом деле, очень популярна. 637 тысяч результатов по первому же запросу, и плюс она не такая новая, там с 2012 года тянется, там, может, десятого, может, еще раньше. Но я прошелся вот по первым двум-трём страницам в Гугле, и никаких ценных статей или информации я там так и не нашел. То есть, наиболее интересная статья, которая была, это типа, ну, разбивать монолит – это просто. Мы берем вот команду, выносим один микросервис, потом берем людей с этой команды, распределяем их по другим командам, и все, типа, монолит разбит, эти команды сами все справятся. Это реально статья, там, две страницы. Вот. Единственное, что я нашел более-менее читабельное – это вот этот ресурс от Марка Ричардса. У него есть несколько презентаций, и там можно почитать что-то полезное, для себя почерпнуть. Окей. Что мы видим в начале нашего пути? Это монолитный солюшен на Дотнете, в котором больше 1180 проектов. Четвертый Дотнет-фреймворк, команда из 20 бак-энд-девелоперов и 10 фронт-энд-девелоперов. Проект не особо тестировался автоматизированно, то есть перформанс-метрик никаких не было. Ну и кроме того, были довольно интересные технологии, вот EDMX, допустим, которые в него вообще невозможно мерзнуть вручную, там, решать какие-то конфликты, апдейтить его больно, студия виснет на таком объеме project-файлов и так далее. То есть реально работать очень сложно. Первое, с чего мы, типа, подумали и чекнули, что проект должен куда-то жить. Должен развиваться, должен эволюционировать. Если у вас проект, который там будет 2-3 месяца какое-то там приложение, написать и забыть или написать и саппортить, то микросервисы, наверное, тут не нужны. И монолит это самый оптимальный вариант, не стоит ничего разбивать, делать и так далее. Второй поинт, который нужно понимать, это то, что микросервисы хорошо работают, то есть у вас большая команда девелоперов. Как минимум это две независимые команды, которые куда-то мерзут, там друг другу мешают, и они могут деливерить какой-то вэлью независимо друг от друга. То есть, опять же, маленькая команда, если у вас 2-3 человека, особого смысла в микросервисах, наверное, нету. Ну, типа, зачем? Третий пункт, это, ну, на самом деле, strong developers, которые хотя бы понимают, что такое микросервисы, понимают, как с ними работать, куда идти, там, какие технологии завязать, какие опровочи, какие подходы. Ну, или хотя бы девелоперы, которые хотят что-то новое учить. Вот у нас на проекте, на собеседовании техническом, обязательно идет вопрос, что ты выучил за последние полгода, какие курсы, книги ты прочитал. То есть, люди, которые жаждут новых технологий, нам подходят. И наоборот, те люди, которые не хотят учить ничего нового, там, типа, я уже сеньор, я все знаю, с ними сложно, если они до этого не работали с микросервисами. Ну, и последняя такая прикольная штука, это микросервисы можно деплоить отдельно, поддерживать отдельно, то есть separate deployments, там, всякие модные технологии, неважно. Но на самом деле, то, что мы видели до этого, это у нас, точнее, был архитектор на проекте, который мог чуть-чуть заглянуть в будущее, и кроме вот этого независимого деплоймента, всяких остальных бенефитов, микросервисов, он еще немного подумал о скалабилите будущего приложения. Потому что монолитное веб-приложение, вы можете, по идее, скалировать сколько угодно раз, там, через лоутбалансер пропускайте запросы, но вот реализационная база данных скалируется намного хуже, и у вас будут большие проблемы. Ну и второй поинт, который тоже очень сильно влияет, это то, что микросервисы позволяют построить вашу дев-команду более автономно, друг от друга, и вырастить ее, сделать мэтчер. То есть вырастить людей, которые responsible за свою работу, и которые берут ответственность за то, что они делают. То есть почему это важно? Потому что если у вас монолитное приложение, там, 20 девелоперов сидит, что-то пишет код, то начинаются нехорошие моменты, когда, ну, вот эту функциональность сломал не я, сломал Вася своим мержеквестом, пусть он, типа, и чинит. А то, что ты не написал, типа, тестов, не продумал этот вариант, это, типа, никого не волнует. Если у вас отдельные микросервисы, отдельные команды, которые отвечают за эти микросервисы, команда, рано или поздно поймёт, что раз Вася ломает ваш код, вам нужно написать тесты, и вам все равно придется разбираться с этим, чинить и так далее. У меня хорошо слышно? Да. Спасибо. Окей. Оценка, насколько вообще микросервис, это разбивание монолита, там, не знаю, зайдёт на конкретно ваш проект? Первое, это то, что вам нужно, это, собственно, продать эту идею. То есть кастомер должен тоже понимать, что микросервисы – это хорошо, микросервисы дают бенефиты с эскалированием, с деплойментом, меньше конфликтов и так далее. Если у вас кастомер говорит «только педальти-фичи», ничего, опять же, не получится. Вы не сможете это продать, не сможете выделить время. У себя мы это решили тем, что около 30% времени давалом, это мы можем брать, импроверить инфраструктуру, можем выносить там сервисы, можем их поддерживать, можем юзать что-то своё. Ну, второй, типа, такой поинт, который нужно понимать, это то, что сами микросервисы – это по факту другое вообще мышление. То есть вам нужно понимать, что такое eventually consistency, вам нужно понимать, почему там хендлеры могут ловить, хендлеры должны быть индепетентны, потому что они должны уметь обрабатывать повторяющиеся сообщения, которые пришли с Retri. И самое главное, что это не только на уровне девелопмента должно понимать, но и ваши кастомеры, ваши энд-юзеры системы тоже должны понимать, что если они стартуют какую-то операцию, которая аффектит всю систему, то вот эти ченджи, они не будут моментально применены вам. Они будут когда-то eventually применены, но через какой-то промежуток времени. Пусть он там будет очень маленький, пусть это будут там миллисекунды. Ну и тоже, что важно, потому что вы должны иметь какое-то влияние на процесс хайринга новых людей на проект и процесс их развития. То есть, как я сказал, нужна сильная команда, нужны люди, которые хотят учиться, и легче всего это как-то обработать на этапе стаффинга. Так, пошла первая часть. Это конкретно, что сделать с монолитом. Мы решили перейти к service-oriented architecture, то есть, development не останавливается, проект так и живет, новые фичи точно так же делаются, но существующий код в пределах одного solution разбивается по контекстам. Как определить, когда вам нужны контексты, что с этим делать. Мы применили DDD, прочитали книжки, сделали контекст-мапу, то есть, все отдельные bounded контексты, я надеюсь, все понимают, что такое DDD, там хотя бы слышали, край муха. Контексты – это какая-то часть приложения, которая работает независимо, и которая минимум зависимости, то есть, она выполняет какую-то законченную мысль, и она небольшая. То есть, тот код, который был в приложении, мы начали рефакторить и придавать каждому контексту одинаковую структуру. То есть, в контексте есть application domain persistence проекты, вот эта структура проектов между контекстом одинакова, и самое главное, между контекстами нет внешних каких-то ссылок, то есть, они полностью независимы, могут жить. Референсы из другого типа доменного контекста, между доменными контекстами невозможны. Это все происходило в процессе девелопмента, то есть, в процессе имплементации какой-то новой функциональности в этом контексте просто рефакторится код, создается папочка, создается новый проект, и начинается вот это медленное перетаскивание кода и существующего функционала. Ну и на этом же этапе была подготовка небольшая к выносу базы данных, то есть, уже старались минимум констраинтов делать между доменными контекстами, минимум каких-то зависимостей и так далее. Если контексты не имеют никаких связей между собой, как они должны передавать данные или передавать вот именно информацию о том, что какое-то событие случилось. Ивенты. Мы построили свою систему ивентов. Главное соблюдать, что у тебя весь ивенты имеют какой-то correlation ID, по которому ты можешь протрекать цепочку операций, откуда она вообще пришла. Ты в ивенте должен иметь какой-то user identity, либо твои security, права, чтобы проверить, можно ли эту операцию сделать в том контексте, который его ловит. Ивент должен быть максимально простым и максимально понятным. Понятным, потому что какой-то другой человек, который с тобой лично не знаком, должен почитать этот код и понять, что произошло и что это вообще такое. Почему он должен быть маленький? Потому что эти все ивенты сериализируются, десериализируются при передаче. И если там будет большой объем данных, ненужных, то это будут какие-то перформансы, сдержки. Так как у нас пока это все крутится в одном салюшене, и нам нет необходимости что-то сериализовать, десериализовать, пробрасывать, мы написали вот такой вот in-memory по факту message bus, который просто берет какие-то event-хендлеры, которые подписаны на этот ивент, и начинает в RHE просто вот эти хендлеры инвокать, искармливать этот ивент. В итоге один контекст, доменный контекст поднимает ивент, что там какая-то, допустим, сущность была изменена или удалена. Все остальные контексты, которые заинтересованы в этом действии, они просто зарегистрируют своего хендлера, и к ним придет этот ивент, они сделают свою бизнес-логику уже в своих контекстах. Прямых ссылок нет. Тут мы сделали, собственно, первую ошибку, вот этот in-memory dispatching, когда in-process, не знаю, в одном салюшене это все. Мы сразу не делали сериализацию, не делали никакие месседжбассы, экстернл юзали, использовали вот такую in-memory реализацию. И она на самом деле задержалась вот где-то на месяцев 6, и это такая большая ошибка, потому что со временем она разросла вот так вот просто лапшу или полотно кода непонятное. Что здесь происходит, я на самом деле не знаю, но сюда уже приехала все там, обработка ошибок, туда приехала параллельность обработки этих ивентов, приехало пробрасывание какой-то системной информации, логирование, начали трекать порядок этих ивентов, что один идет за другим, и нужно его строгом в этом порядке вызвать, там какая-то асинхронность приехала, приехал паблишинг этих ивентов в месседжбасс, чтобы какие-то экстернл сервисы на них подписывались. То есть вот такой код, собственно, плохой и ведет к большому количеству ошибок в будущем. Второй момент. Кроме ивентов у нас есть еще какие-то колы экстернл, которые направлены на получение данных. И у нас было много вопросов, а когда, собственно, использовать ивенты, когда использовать кол, а использовать ли, допустим, RabbitMQ или использовать HTTP кол, обычный REST и так далее. Мы для себя определили простые правила. Если тебе нужны какие-то данные из другого контекста, стоит использовать GetHttpCall. Если тебе данные не нужны, стоит просто проинтифицировать, что другой контекст, что тебе что-то, какой-то экшн произошел, или что другому контексту нужно как-то отреагировать. Здесь стоит использовать месседж-брокеры, которые, собственно, могут оттянуть обработку этого сообщения на какое-то время, могут более гибко настроить на них REST и так далее. Для HTTP колов мы, собственно, для REST мы используем отдельную библиотеку Poly. При дизайне своего REST API, который используется в кулу, мы используем Microsoft-овские API-гадлайны. Ну и стоит понимать тоже, что GetHttp с параметрами, он не может быть ограничен максимальной длиной URL-а. На разных серверах это по-разному, но по дефолту это не больше 2 килобайт, допустим, на ИСе. И здесь просто нужно использовать POST. С RabbitMQ на самом деле основная проблема была с тем, что стерилизация больших ивентов занимает большое количество времени. Именно стерилизация, там строки, всякая штука, мы тоже профайлили, чуть-чуть посмотрели, поняли, что это просто дорого с перфонс точки зрения. И еще такой немаловажный момент, что у RabbitMQ и Мастранзита есть свой request-response, который по фактору эмулирует вот этот обычный Get. Но он тоже намного более дороже выходит, чем обычный HTTP клиент и обычный HTTP call. Потому что там создается своя отдельная очередь, отдельный эксчейндж, то есть очень много внутри происходит всякой магии. Еще проблема вторая, на самом деле, которая натолкнулись, это консистентность данных между контекстами. То есть в какой-то момент, даже если вы полностью используете MessageBus, у вас будут моменты, когда у вас какие-то ивенты потерялись, там пришел какой-то девелопс, очистил очередь, там в процессе деплоймента все, данные куда-то пропали. У вас в коде могут быть баки. У вас может быть какой-то конкурентный сценарий, когда в одном контексте произошел экшн, там добавление, в этот момент второй контекст обрабатывает этот ивент, на экшн-добавление, и пришел уже запрос на удаление этого бизнес-энтити. Ну, то есть такие штуки тоже нужно продумывать и как-то их хендлить. Ивент-хендлеры, какие бы они ни были, там MessageBus, InMemory, RabbitMQ, AzureBus, все равно вас не важно. Так, окей. Они должны тоже как-то строиться и писаться по определенным правилам. И, наверное, для себя мы определили эти правила, как хендлер должен быть какой-то максимально быстрый, то есть он не должен запускать какие-то лонграйнин операции, которые вы на RabbitMQ делаете, там, с минуты, там, две минуты, это уже много. Очень маленький скоп, быстро вы что-то сделали, Fast and Furious, и все, сохранили базу, круто. Хендлер должен быть импатентный, то есть он должен уметь обрабатывать корректно одно и то же сообщение несколько раз. Если оно пришло после ретрая, вы просто смотрите и ничего не делаете, если вы уже обработали. Если не обработали, обрабатывайте его. Ну и третий момент, это то, что сам хендлер должен как так или иначе быть транзакционным, то есть либо иметь транзакции, либо быть написан таким образом, что данные не теряются, не портятся, не карабтятся, потому что ваша среда исполнения, чтобы это не было там контейнер в кубе или там какая-то виртуалка, еще что-то, может и V3WP про хост процесс, она может быть прибита в любой момент, в том числе и в момент исполнения этого хендлера. То есть среда просто взяла, ваш процесс прибила, и если у вас там идет сначала в хендлере какой-нибудь делит, а потом insert, у вас делит прошел, а на insert уже не прошел. И данные могут быть в каком-то невалидном состоянии. Такие сценарии тоже стоит прорабатывать. Третья проблема, с которой мы столкнулись после вот этой Service-Ariented Architecture и Redesign, когда контексты не имеют ссылок друг на друга, это достаточно большое количество дупликаций кода. То есть это уже какая-то зерфактанная версия, здесь один класс quantity date всего там 7 или 8 раз повторяется, но раньше это было там 15-20 раз один и тот же класс, который просто делает Ctrl-C, Ctrl-V, тащит себе в домен, в контекст свой, копипастят и делают все остальное. И это на самом деле тоже очень плохо, потому что в этих классах могут быть баги и могут быть какие-то апдейты. И вам просто приходится вот это вот 15 раз один и тот же апдейт перетаскивать между классами. Вот в данном случае обычный класс quantity date, который представляет себе обычную дату, которая есть год и месяц, это value object согласно DDD, и он может сравниваться больше либо равно. И вдруг оказалось, что вот этот конкретно метод занимает очень много времени. То есть до трейсом профайли, посмотрели, ну да, здесь на каждое сравнение создается два новых объекта date time. Если вы где-то в линк-юшке напишите просто где quantity date больше либо равно quantity date 2, у вас вот это сравнение будет вызвано очень много раз, если коллекция у вас там 100 тысяч элементов, а таких линк-юшек там где идет сравнение несколько, будет performance просадка. Ну, если этот один класс вы просто пришли, написали нормальную имплементацию сравнения, там, которая просто сравнивает два inta, если у вас таких классов 15, вам нужно еще подумать, походить, то есть затраты на вот эту поддержку кода очень сильно увеличиваются. Возможно, есть какие-то вопросы, дополнения? Ну, будем считать, что нет. Вторая часть. От сервис-ориентед архитектчика конкретно к микросервисам. Здесь нужно, опять же, разработать какую-то стратегию, подумать, что может быть дальше, на что стоит обратить внимание. Первый поинт это стандартизация всего. Если у вас 10 микросервисов, каждый написан по-своему, без конвеншенов, там, кто как может, кто как хочет, что-то пишет, какой-то код, который, возможно, работает, такая штука будет вообще не саппортабл, и люди будут не хотеть лезть в другие контексты. То есть, вот я варю свои каши, я не хочу вообще заглядывать, что у других, потому что у других по-другому совсем, в других контекстах, у других команд, и мне будет сложно просто разбираться вот в этом все. Мы просто взяли, написали конкретные конвеншены, которым должен следовать каждый микросервис, в которых описано, структура проектов, код стайл, который нужно использовать, что у вас должен микросервис иметь, там, такие общие штуки, как логирование, мониторинг, там, всякие свагеры, какая-то документация. То есть, вот эта вся штука должна быть пошарена на всю команду, на все микросервисы, и они должны выглядеть примерно одинаково. Ну, еще поинт о том, что, если у вас тут начинается много сервисов, это может быть больно разрывать локально, либо больно искать баги. Вам нужно об этом тоже подумать, как-то предугадать ту боль, которую будут чувствовать девелоперы, когда вместо одного монолита в Visual Studio они будут поднимать 10 Visual Studio, допустим, чтобы это запустить. последний пункт мы в принципе решили к своей кастомной тулой, которая называется Local Deploy Tool. Это скрипты на PowerShell, но в основном на Кейке, которые делают все, что можно, чтобы запустить копию аппликейшн локально. То есть, они устанавливают необходимый софт, они чекаутят последнюю версию с репозиторием всех микросервисов, ее билдят, ее запускают, конфигурируют. То есть, все решается буквально одной командой в PowerShell, которая поднимает 20 микросервисов, которые крутятся локально. Configuration Management. Есть сервисы, у каждого сервиса есть AppConfig, вроде все круто. Наверное, все видели такую штуку в .NET, это может быть WebConfig. Если у вас начинается 15-20 микросервисов, поддерживать такую штуку консидентно становится очень дорого. То есть, вам нужно на Environment поменять настройки логирования, и вы начинаете заходить на Environment, искать какой-то текстовик, менять эти настройки. При деплое вам нужно 15 вот этих AppConfig на каждый микросервис, забить другие значения, а потом еще передернуть эти сервисы. То есть, все сложно. Для себя мы нашли решение Console. это отдельная сторонняя тулзан, которую можно использовать в том числе как K-Value Storage. То есть, все настройки хранятся в этой туле. Тула хорошо скалируется, потому что она поднимает по агенту на каждую инстанцию, синхронизируется, все очень круто. Вы просто берете, загружаете настройки для своего конкретного инстанца, для Environment и по своему сервису. Используйте в приложении. Вторая проблема, которая тоже может возникнуть, это все равно, что очень много configuration кода в ваших микросервисах будут одинаковые. То есть, это всякие хэс-чеки, мониторинги, настройка, получение того же настроек с консула у вас будет в каждом микросервисе одинаковое. Как там заколоть другой микросервис, если вам нужны его данные, ну и так далее. Там всякие CICD-скрипты. Для себя мы решили такую штуку выделением отдельного пакета, который называется Infrastructure Package, в котором собраны все какие-то common штуки, которые нам нужны в нашем микросервисе. То есть консул, Astranzyt, всякие Prometheus, Mongo, Security, все в одном пакете. Вы просто этот пакет референсите в своем микросервисе через обычный наггет, там наггет install, бла-бла-бла. И подключаете вот таким образом. То есть все максимально просто для девелопера из фича команды, который использует вот этот фреймворк, не знаю, пакет. То есть для того, чтобы интегрироваться в нашу инфраструктуру, сделать новый микросервис, вы открываете просто новый dotnet проект, там буквально с темплейта, добавляете один референс на наггет пакет, добавляете вот 6-7 строк, которые похендуют за вас все, там типа регистрацию, подгрузку сеттингов, в логирование, мониторинг, в хас-чеке, все, что хотите. Еще одна проблема, которая может возникнуть при микросервисах, это контракты какие-то. То есть если сервису А нужны данные из сервиса Б, то он делает HTTP call. Если сервис Б вдруг поменяет контроллер, поменяет роут, поменяет какую-то модельку, поле переименует, вот этот call из сервиса А, он перестанет проходить. Но команда сервиса Б, которая это сделала, она об этом даже особо и знать не будет, как-то мискоммуникацион, злые люди. Опять же, для себя мы решили сделать для каждого микросервиса свой клиент, который представлен отдельным Nugget-пакетом, отдельной assembly, в которой собрали все паблик-контракты, которые могут другие команды использовать в вашем микросервисе. Это реализация этого клиента, то есть по факту заходкожен тип респонса, заходкожен URL. И опять же, в своем микросервисе вы просто референсите этот клиент, вызываете обычный дотнетовский метод, получаете те данные, которые вам нужны из другого микросервиса. С точки зрения девелопера все очень просто, круто, берете и делаете, никаких проблем. Еще одна штука, которую мы написали, это своя обертка над дефолтным HTTP клиентом, которая сама внутри хендлит все ретраи, все чеки статус-кодов на то, что они окей, хендлит трейсинг реквестов между микросервисом, хендлит передачу GUT токенов, security, всякие авторизационные инфо и так далее. То есть все клиенты и все HTTP колы идут через вот этот свой кастомный HTTP клиент и все все какую-то common логику вы получаете прямо из коробки на халяву, ничего не дописывая, не делая кастомный код. Еще это очень круто, если вы хотите настроить какой-то трейсинг всех реквестов между микросервисами. то есть вот здесь как раз идет какой-то запрос, который внутри себя делает запрос еще к другому микросервису и так далее. И используя один и тот же HTTP клиент, у которого один и тот же механизм трейсинга этого всего запроса, вы можете построить граф и посмотреть, какой из микросервисов отвечает дольше, какой из них больше нагружен и так далее. Вот это как раз пример использования клиента другого микросервиса. Вы просто в dependency ejection добавляете вот этот клиент, который чуть-чуть конфигурируете и все, через стандартный DI контейнер получаете в своем классе, пишете дотметовский метод, используете другой микросервис. Все очень круто. Ну и последний этап, через который мы прошли, это непосредственно разнесение базы данных. То есть как из Monolith, вот вроде уже выехал в отдельный микросервис, там у них есть клиент, все нормально крутится, а база данных все равно еще одна, и потому что ее надо разносить как-то умно и разносить на другой скорее всего сервер базы данных. То есть что надо помнить? У каждого своего микросервиса должен свой какой-то быть механизм миграции этой базы данных и поддержки консистентности. Constraint естественно у вас не получится перенести между базами данных. И последний такой этап это протестировать вот этот самый механизм разнесения базы данных и ваших все миграции на каких-то продакшен пэкапах. Потому что там может быть совсем другой набор данных, которые не всегда могут быть консистентны. запуск вот этого механизма может привести просто к тайм-аутам. Если вы будете крутить где-то на АВС или в Эжуре, то есть относительно локальной тачке локальных environment, то это может занимать большее, намного большее времени. Значит, первый вариант у нас был вырезание куска данных, которые нужны микросервису в текстовый файл, сохранение его куда-то на шару, на S3, и потом импорт вот этого текстового файла с данными в уже непосредственно базу данных SQL сервера микросервисного. Этот вариант не зашел как раз из-за ограничения по объему данных. Опять же, подумали, пришли к тому, что мы можем добавлять стандартными возможностями RDS или SQL сервера, LinkedIn сервер, который мы просто подключаем и с него прямо SQL запросами перегоняем данные. Это получается намного быстрее, чем куда-то их там выносить в отдельные файлы. Еще одна штука, которая может врастись при вот этом вынесении микросервисов, это перформанс. Первое, что нужно прочекать, нужны ли вам какие-то данные, которые содержатся в другом микросервисе, именно вашему микросервису. HTTP клиенты и колы это круто, но если этих данных много и они нужны часто, у вас все равно будет перформанс деградация. Решение, копируйте все данные, которые вам нужны, просто в свой микросервис, поддерживайте их консистентными, в свою локальную копию. Опять же, если у вас есть какие-то данные, которые вам нужны локально, но вы их можете посчитать на ходу один раз и куда-то засунуть, вы можете использовать InMemory Caching. есть Redis просто туда ложите там 10 минут какие-то данные у вас там лежат, вы его быстро получаете, никаких HTTP call-ов, не подгружает никаких данных с отдельного сервиса. Еще одна штука, которая очень сильно влияет на performance, это именно дизайн API вашего сервиса. Это пример реально из проекта, то есть был какой-то сервис, который отдавал юзеров, допустим, или инфу юзера, и в нем допустим написали метод, который называется getById. Вроде все круто, все работает, но если вы оставляете такой API и оставляете такой паблик контракт, то 90% гарантии, что пройдет 3 месяца, придет какой-то джуниор в другую команду, посмотрит на этот метод и дернет его в 4H, потому что ему нужны информацию о 10 юзерах, типикол, нормально, работает вроде. Чтобы такого не было, нужно сначала подумать, продумать все возможные юзкейсы, на будущее возможно, и сделать API, который принимает массив юзер ID, возвращает массив юзер каких-то своих юзеров. Будет работать и сейчас, и будет работать через 3 месяца, когда придет джуниор, посмотрит этот метод и вызовет получить те же данные с помощью одного типикола вместо 10. для того, чтобы как-то отловить деградацию перфоманса, или понять, что стало хуже, стало лучше, а что нужно еще оптимизировать, стоит применять перфоманс тестинг. Для себя мы нашли джеймиттер, написали группу скриптов, которые покрывают сценарий использования нашей системы, и теперь гоняем эти скрипты каждый спринт, собираем метрики и смотрим на деградацию после каждого спринта, как же это влияет. Плюс это может помочь тестированием, чтобы обработать какие-то корнер-кейсы в вашем сервисе. Кубернетис. Это, кстати, пример контекст мапы, который мы делали, то есть отдельные доменные контексты, за что отвечают, и здесь даже где-то есть такая же версия, какие команды отвечают за конкретно этот доменный контекст. Это одна из первых архитектурных схем, которые мы делали для Кубана, насколько я помню. То есть прикол в чем, здесь вы можете видеть отдельно какие-то микросервисы, которые вынесены, там отдельно какие-то базы данных, но все равно, как там нужно хендлить HTTP-реквесты, которые, то есть юзер, который приходит к ваше приложение, должен ходить к одному endpoint. Мы применили паттерн Gateway API, который, это отдельный сервис, на который приходят все реквесты с фронт-энда, и который дальше их уже роутит на конкретный инстанс микросервиса, к которому предназначен этот реквест. То есть, по факту, эта штука меняет ваш URL, если вам нужно, вы можете туда встроить сразу балансирование нагрузки, если надо, вы можете завязать тот же консул, который использует сервис Discovery, брать сервис Discovery какой-то адрес одного из живых инстансов вашего сервиса и отдавать его в этот момент. И вот в этом единственном месте, единственный entry point, который по факту смотрит во внешнюю сетку, который уходит весь фронт-энд, весь внешний мир, вам в этом месте удобно захендлить все security, которое у вас есть в приложении. Security, мы несколько раз тоже пытались его заимплементить, разные подходы, разные роуты, разные всякие middleware, но когда приехали бизнес-требования по security именно, то есть какие-то кастомные правила, аксесс-листы всяческие, группы ролей и так далее, мы вынесли это все в отдельный микросервис. В чем плюсы вот этой конкретной имплементации? Это все роуты в приложении покрыты авторизейшн атрибутом кастомным, который показывает какие вам нужны права доступа для того, чтобы постучаться к этому роуту. С точки зрения обычного девелопера, который не занимается security area, security с домен-контекстом, вам нужно просто штампануть вот этот донин-атрибут в свой сервис и сделать и по факту все. В каждом в этом инфраструктурном пакете, который вы засовываете в каждый свой сервис, есть своя middleware, которая экспозит наружу определенный роут. Что это делает роут? Он один раз на старте приложения берет все роуты, которые есть, то есть берет все контроллеры, это стандартная возможность загребает с них все вот эти атрибуты, которые есть и просто отдает по определенному роуту. Вот это middleware для каждого сервиса запрашивается только один раз, когда первый запрос проходит через gateway на вот этот микросервис. И в этот момент security сервис получает весь список роутов со всеми атрибутами, у себя его кэшируют в очень хитром кэше, наполовину редис, наполовину in-memory вообще. И он уже типа знает, на какой роут можно что пропускать. У него у security сервиса есть информация о юзере, есть информация о роуте, есть информация о том, каких юзеров на какие роут он стоит пускать или не пускать. Security сервис проверяет, хендит, не хендит. То есть имплементация очень простая, но при этом очень крутая. Ну и последнее, что могу сказать, это немного о кубернетисе, то есть как прошла его интеграция, вот это все переносим на сервисов с виртуалок в кубернетис кластер. То есть вам нужны реально крутые девопсы, которые могут это все настроить, потому что в кубернетисе есть очень много каких-то модулей или дополнительных смежных технологий, которые вам надо знать. А для девелоперов, для обычной опять же фичи команды, ничего по факту не изменилось. То есть максимум, что вам как девелоперам нужно будет написать, это там бафник какой-то докерфайл, сконфигурирует кэм, хэм, можно там си-сид чуть-чуть подправить. То, что вы получаете с кубернетисом из коробки и то, что практически не надо настраивать, это все логирование, все мониторинг, там прометеус, всякая сколабилити контейнеров, фаулт-толеранс, это все просто у вас приедет на халяву. Ну, для себя, опять же, мы там нашли некоторые проблемы с конфигурацией CICD, типа переводом раннера на линукс, у нас были проблемы с запуском garbage collection в контейнерах, опять же, на линуксе, когда дотнет просто не читал лимит, который мы выставляешь по максимальному размеру памяти, которую дотнет может занять. И кубернетис ругался, я просто прибивал контейнер, и тоже была интересная инвестигейшн в эту сторону. Ну, чтобы немного сделать самарайз вот этого всего, что самое главное стоит помнить при развивении монолита. Это вам реально нужна сильная, крутая команда, если у вас ее нету, вам придется ее построить. Второй момент это то, что вам нужны ивент-хендлеры, вот эту систему коммуникации между микросервисами построить таким образом, чтобы она правильно хендлила ретраи, иначе у вас будут проблемы с консидентностью данных. Ну, и последнее это то, что нужно максимально стандартизировать все, убрать дубликацию кода, иначе у вас будет просто зоопарк каких-то технологий, решений, там, своих костылей, которые просто от сервиса сервиса будут отличаться, и поддерживать это будет очень сложно. Возможно, у кого-то есть вопросы? Да, приветствую. Есть немножко. Я вот определял, какой от него плюс он вам дал, и можно ли без него? Что именно? Кубернеттс, в принципе, то есть, какое он дает преимущество? И, какие плюсы, например, если без него, то это там, можно ли так, например? Да, смотри, я сейчас рассказывал на тот путь, который мы прошли, и те технологии, которые мы для себя выбрали. Мы в технологиях не ограничены, потому что мы сами принимаем технические решения на проекте, и если, допустим, кастомер говорит, что я не хочу Кубернетт, я вот хочу вот это, это не значит, что у вас не получится разбить монолит, у вас не получится микросервисы. Самые все микросервисы вообще никак не связаны с конкретными технологиями, то есть, будет это Дутнет, типа Кубернетт, там, неважно. Сами микросервисы подразумевают просто разделение на какие-то ваши сложные системы, на маленькие независимые кусочки. По поводу Кубернеттуса, что он дал нам конкретно, это более оптимальное утилизирование ресурсов. У нас была версия именно с обычными микросервисами, которые крутились на виртуалках, в AWS, на EC2 инстансах, и оказалось, что для того, чтобы поддерживать фаултолеранс, тебе нужно запускать несколько инстансов каждого сервиса. То есть, допустим, там, два или три инстанса крутятся. Но при этом этот сервис невысоконагруженный, и к нему идут запросы, там, типа, раз в минуту, и он, по факту, не съедает всех ресурсов вот этих EC2 инстансов. Если ты поднимаешь свой микросервис в Кубернеттуса, ты можешь ему выставить определенные лимиты, и если у тебя сервис не особо нагруженный, ты можешь выставить очень маленькие лимиты, но при этом ты можешь этот инстанс запустить 10 раз с очень маленьким лимитом по цепью и по мемори. В итоге у тебя реально нужно ресурсов на 60% меньше, потому что в реальных у тебя кластер состоит из 10 машин вместо 30 машин, но он будет более стабильный и более оптимально использовать ресурсы твои по цепью и по мемори. Ну, вторая штука это то, что всякая файл толеранс, лод балансинг, но это в принципе можно настроить и сторонними тулами на AWS или на Azure. Спасибо. Есть еще вопросы по данному сайту. Как сервис из-за запроса в сервис? Алло? Сергей, я должна тебя попросить либо написать вопрос в чат, я не знаю, это только у меня такой звук, но очень больно ушам и что-то у тебя со звуком. Окей, сори. Так, пока ждем Сергея вопрос, если у кого-то есть еще вопрос. Да, вот, спасибо, я думала только у меня такое. Алло, привет. Меня слышно? Да, тебя слышно. А еще такой вопросик, вы переходили на микросервисы, чтобы решить какие-то конкретные проблемы или просто на будущее для чего-то? На тот момент, когда принималось решение о переходе на микросервисы, у нас были проблемы довольно локального масштаба, то есть это конкретно несколько команд, которые очень сильно себе мешали и не могли там деливерить фичи, независимо друг от друга. Но идея была в том, что кроме того, что команда в количестве человек девайвлтинг команды будет расти, тебе нужно еще как-то правильно распределять данные, которые в твоей системе с процессом использования этой системы объем данных типа растет, создается новая энтити, новые какие-то юзеры регистрируются. И для того, чтобы правильно эти данные распределять, чтобы ты в итоге не пришел к одной базе данных, которая занимает терабайты, было продумано именно разнесение на микросервисы, что пусть у тебя лучше будет 10 отдельных баз данных по 10 гигабайт, чем одна база данных на 100 гигабайт. Но это уже было сделано из расчета на будущее какое-то, да? Из расчета на то, что девайвлтинг команды будут расти, и объем данных. Сергей, может попробуешь еще раз? Стас, а такой вот вопрос меня слышно? Да, привет. Привет. Как была решена проблема, допустим, прошел ивент по всем вашим микросервисам, а как была решена проблема, что данные нужно одновременно закоммитить по разным базам данных? Если оно где-то упало, как их откатить? Это интересный вопрос на самом деле. То есть распределенные транзакции так или иначе в микросервисах реализовывать сложно. То есть для того, чтобы описать твой сценарий, тебе нужно в первую очередь подойти к бизнесу и объяснить, вот у меня есть проблема, у меня вот есть типа 10 микросервисов, они какие-то данные обрабатывают, и так может случиться, что какой-то из этих микросервисов обработают данные неправильно. Что в этом случае можно делать? мы, допустим, вот такие сложные операции написали для этого отдельную стейт-машину, сага, на Мастранзит, автоматонис, по-моему, называется пакет, который именно хендлит статусы вот этих конкретных частей операции в разных контекстах. Если какой-то контекст ответил, что вот я не смог это выполнить, у меня эта операция свалилась, мы дальше уже либо исполняем какое-то компенсационное действие, то есть берем, откатываем всю операцию в других контекстах, или там пытаемся еще раз этот контекст заставить это обрабатывать. То есть вместо одной большой транзакции, которая идет по всем микросервисам, мы разбиваем маленькие действия и уже думаем, что нам делать, если одно из этих маленьких действий свалилось. Понял, спасибо. У меня еще вопрос есть. У вас все хранится в одном солюшене? То есть я и микросервисам? Нет, как раз один из поинтов был в том, что 180 кс-проекта в одном солюшене это очень много и рано или поздно, если у тебя начинается новый функционал, ты начинаешь добавлять туда новые, как минимум кс-проект для своего нового функционала, потом еще для тестов, там еще что-то и вот это 180 уже много. Я работал с другим солюшеном, в котором было 400 кс-проекта в одном солюшене и это уже начинается нереально. То есть ты отключаешь R-Sharper, ты начинаешь какие-то хачить Visual Studio, какие-то супермощные игровые компы покупать. То есть каждый микросервис должен храниться во-первых в отдельном вообще репозитории, у него должен быть отдельный CICD pipeline, то есть это полностью независимое. Возможно, там вначале было показано, что оно все в одном солюшене осталось, это как бы первый этап был, когда мы коды еще рефакторили с тем, чтобы потом вынести уже в отдельный солюшен, полностью независимый. А как вы код просто мигрируете между микросервисом, то есть, например, тот же самый middleware, как вы просто как-то одной дилетку типа кидаете или как? Смотри, весь common код я же показывал, типа собран в инфраструкция пакете. Чтобы, допустим, обновить вот этот кусок common кода, ты просто идешь в свой микросервис и делаешь апдейт вот этого наггет-пакета. Она сама пойдет, стянут новую версию, тебе заинсталируют. Ну, на самом деле, это довольно редко, во-первых, там не каждый день, во-вторых, это одна команда в наггете, ну, типа, ну, окей. Ну, да. Окей, спасибо.